Всем привет! Меня зовут Ульяна и мне нравятся книги про работу мозга. Из них я узнала много важной информации, которая изменила мою жизнь и сегодня поделюсь с вами этой информацией. Вообще моя лекция была заявлена как мозг и музыка, но когда я закончила над ней работать, то поняла, что она охватывает вопрос намного шире и переименовала ее в мозг и обучение. Я буду вам рассказывать про новые исследования нашего мозга во время обучения, но музыка тоже будет. Начну я с введения понятия карты мозга, потому что она будет встречаться на протяжении всей лекции. Все началось с того, что канадский нейрохирург Уайлд Пенфилд оперировал мозг больных раком и эпилепсией. Так как в мозге нет болевых рецепторов, то пациенты находились в сознании. Пенфилд помещал электроды в мозг пациентов. Для этого раньше приходилось вскрывать череп, но теперь нет. Теперь это выглядит примерно так. И по этим же причинам исследования могли проводиться только во время операций. Просто так череп не разрешали вскрывать. Ну а теперь с новыми технологиями проведения. У нас есть возможность исследовать мозг еще подробнее. Во время проведения операции Пенфилд обнаружил, что если дотронуться до определенного участка мозга человека электродом, то он может почувствовать прикосновение к какой-то части своего тела. Например, стимулируя вот эту часть мозга, человек чувствовал прикосновение к руке. Если эту, то чувствовал прикосновение к лицу. Исследовав мозг человека, таким образом Пенфилд составил карту мозга всего тела человека. Это он проделал для сенсорной карты мозга. Тоже он проделал и для двигательной карты. Если дотронуться, например, сюда, то человек начнет шевелить рукой. Если дотронуться сюда, то начнет шевелить зубами, щелкать зубами. А если сюда, то языком. Также Пенфилд обнаружил, что, прикасаясь к совсем другим участкам мозга, не к сенсорной, не к двигательной карам, можно вызвать у человека воспоминания из прошлого или вообще какие-то фантастические сцены, которые он еще никогда не видел. А это означает, что психическая активность высокого уровня также отображена на карте мозга. Нейрофизиолог Мерценех выяснил, что карты мозга не являются неизменными и универсальными. Они могут меняться во время жизни. Карты мозга формируются у людей по общим принципам, но не одинаково. Все зависит от окружающей среды. Например, если животное теряет одну конечность, то карты мозга этой конечности становятся со временем все меньше, потому что он не использует ее. Но животному приходится давать больше нагрузки на остальные три конечности, и поэтому их карты мозга увеличиваются, нейронные связи укрепляются, и они со временем начинают занимать свободное место, вытеснять ту карту, которая была от четвертой конечности. Если человек слепой, то те части мозга, которые обычно у людей отвечают за зрение, у слепых отвечают за слух и осязание. У слепых людей эти части больше, чем у других людей. Им приходилось использовать эти навыки для того, чтобы компенсировать отсутствие зрения, и они их развили. Если человек слепой не от рождения, а, например, ослеп 20, то он начинает учиться лучше слышать, воспринимать информацию на слух своими силами. Он перестраивает свой мозг в режиме реального времени. Те нейронные связи, которые не используются ослабевают, а те, которые используются, крепнут. Это касается всего остального. Поднимите руку, кто в детстве ходил в музыкальную школу, а потом ее забросил, и теперь больше ничего не может сыграть на этом инструменте. Мы с вами не использовали нейронные связи, которые, ответственные за игру на этом инструменте, они ослабли. Но вы наверняка качали другие навыки. Рисовали, учили математику, играли в компьютерные игры, ну или учили какую-нибудь игру на каком-нибудь другом музыкальном инструменте. Увеличивая тем самым количество нейронных связей, ответственных за это, и постоянно их укрепляя, что позволяло вам все быстрее справляться с заданиями и повышать уровень сложности. Если же вы занимаетесь и игрой на музыкальном инструменте, и, например, программированием, то это может дать интересный эффект. Свои познания в программировании можно использовать при написании музыки, а свои познания музыки можно использовать при написании программ, что в будущем может выложиться в написании программы, которая сочиняет музыку. В общем, если вы занимаетесь какими-то двумя вещами, которые, на первый взгляд, вообще не связаны между собой, в этом нет минусов, скорее плюсы. Еще гоните прочь мысли вроде бы «я не могу столько выучить, в моем мозге просто места не хватит». На самом деле это не так. Ваш мозг — не жесткий диск. Информация в нем хранится не в отдельных ячейках, а во всей структуре вашего мозга. У каждого нейрона может быть до 20 тысяч связей с другими нейронами. В вашем мозгу на все хватит места. У вас есть гиппокам, в котором происходит образование новых нейронов. Это сейчас очень важно. Долгое время люди думали, что нервные клетки не восстанавливаются. Но уже в 2000-х годах был открыт нейрогенез — это комплексный процесс создания клетки и интеграции ее в нейронную сеть. В итоге какие-то нейроны отмирают, новые рождаются и заменяют старые. Если вы употребляете алкоголь, то ваши нейроны гибнут пачками. Они входили в какие-то важные нейронные связи, а теперь их нет. Те навыки, которые вы тренировали, те нейроны, которые были ответственны за эти навыки, они умерли, полученная информация, которая у вас была, некоторая просто стерлась. Алкоголь — серьезная помеха обучению чему-то новому. Когда вы учитесь чему-то новому, не нужно забывать, что сон — очень важная часть обучения. Недостаток сна ухудшает вашу память и способность концентрации, мешая вам учиться. Во сне организм делает необходимые процессы по обслуживанию мозга и обрабатывает информацию, полученную за день. Интересные данные были получены в ходе исследований, связанных с процедурной памятью. Испытуемые обучались игре на пианино. В 10 утра они обучались. При поверке в 10 вечера они не показывали никаких успехов. Но в 10 утра на следующий день они показывали значительное улучшение с этим упражнением. В другой серии исследований проводилась роль дневного сна. В итоге было две группы. Обе группы обучались на клавиатуре, печатанию. Одна группа бодрствовала весь день, а вторая группа полтора часа спала в обед. В итоге та группа, которая спала в обед, вечером показала на 16% улучшение печатания на клавиатуре, в отличие от первой группы, которая не спала. Но на следующее утро бодрствовавшая группа догнала спящую. В итоге сделали выводы, что для успешного обучения новым навыкам нужно обязательно поспать. И неважно, это дневной сон или ночной. Сон работает как сохранение информации из коротковременной в долговременную память. В другой серии исследований взяли две группы людей и предложили им разучить упражнения на музыкальном инструменте. Первая группа целую неделю занималась на инструменте. Вторая воображала, что играет на инструменте. Они мысленно нажимали на нужные нотки. Через неделю обе группы одинаково хорошо играли это упражнение на реальном инструменте. Это, конечно, хитрый хак, но все еще не нужно забывать, что даже после мысленных упражнений лучше поспать. Вы можете подумать, зачем я ходил в музыкальную школу. Это зря потраченное время. Я ведь мог играть в компьютерные игры. А тут еще я вам говорю, что если вы не использовали эти навыки, это все, они ослабли, и это все было зря. Но на самом деле несколько лет обучения и музыки могут изменить ваш мозг. В 2008 году вышла статья Марии Форгардт и ее коллег из Гарвардской медицинской школы. Исследователи попытались узнать, дает ли детям преимущество игра на музыкальном инструменте. Они взяли 59 детей, и 41 из них на 3 года поместили в музыкальную школу. Ну, в смысле, они ходили 3 года в музыкальную школу. Остальные 18 детей без музыкального образования были в контрольной группе. Через 3 года обучения игре на музыкальных инструментах дети показывали более высокие результаты в заданиях, связанных с развлечением звуков, мелкой моторикой, словарным запасом и логикой. Нейрофизиолог Джеффри Тауп и его коллеги провели исследования музыкантов, играющих на струнных инструментах. Эти исследования показали, что у них большие карты мозга для их активной левой руки. То есть у них и для правой большие, конечно, но и для левой тоже больше, чем у остальных людей. И также у них увеличивается количество нейронов и карт, реагирующих на тембр струны. У музыкантов, которые играют на трубе, увеличивается количество нейронов, реагирующих на металлические звуки. Мозговое картрирование показало, что у музыкантов есть несколько областей мозга, которые отличаются у людей, не занимающихся музыкой. Среди них двигательная кораль мозжечок. Занятия музыкой требуют регулярных тренировок и высокой концентрации внимания. Во время прослушивания музыки у нас активируются участки мозга, ответственные за звук и восприятие. Это разложение музыки на разные инструменты, на аккомпанементы основную тему, на мелодию и ритм, и после этого всего еще формирование целостного восприятия воспроизведения. У мозга на это уходят считанные секунды. Но когда вам приходится играть музыку, то к этому всему еще добавляется активация моторной и зрительной мозга. Вам нужно прочитать ноты с листа, вам нужно сыграть это. Зачастую на игре на инструментах две руки делают разные вещи, а на скрипке вообще противоположные. Левая должна быть расслабленная, а вторая сила уверенностью водить смычком по струне. Во время игры на инструменте развивается мелкая моторика, а за нее отвечают оба мозговых полушария. Также музыка содержит в себе математические паттерны, за обработку которых отвечает левая полушария, а наполнение музыки эмоциями и украшениями — это дело правого полушария. Именно поэтому у музыкантов больше всех развит межполушарный мост в виде мозолистого тела, что позволяет сигналам между двумя полушариями перемещаться быстрее и по более разветвленным маршрутам. Также игра на музыкальном инструменте влияет на работу памяти. Исследования показали, что музыканты лучше запоминают какую-то новую информацию и легче вспоминают то, что уже знали. Постоянные занятия музыкой укрепляют множество различных мозговых функций, которые после можно использовать в различных сферах деятельности. Например, учиться концентрироваться, когда вы еще не умеете, сложно. И делать это на учебниках по математике сложно. Это не вы глупые в детстве были, это правда сложно. Но учиться концентрироваться, играя на музыкальном инструменте, гораздо проще. Вы просто садитесь на него и жмакаете на клавиши. Вам не нужно понимать музыку для того, чтобы ее полюбить. А математику нужно. В итоге люди, которые качали мета-навык концентрироваться на музыкальных инструментах, могут использовать этот навык и в других делах. Навык запоминать большие объемы информации, легче развивать, изучая ритмичные стихи и запоминая красивые мелодии. Навык работать в команде, легче развивать, когда вы вместе играете произведение, которое вам всем нравится. Дети с самого детства начинают понимать, что им нужно идти на компромисс с другими детьми для того, чтобы общими силами сделать качественное выступление. Структура человеческого мозга выстраивается непрерывно с появления человека на свет. Первые годы жизни человека влияют на всю его дальнейшую жизнь, потому что формируется структура связи между нейронами, формируя основу для дальнейшей обучаемости, психического здоровья и поведения. В период первых лет жизни человека каждую секунду у него формируется 700 новых нейронов, Карл. В это время в мозге формируется до 2 миллионов синапсов каждую секунду. В этот период закладывается будущая структура мозга. Не нужно бояться перегрузить информацию ребенка в это время. Она ему просто жизненно необходима, и он способен усвоить ее огромное количество. Если вдруг он встанет, он просто перестанет ее воспринимать. Много разнообразной информации в детстве. Это важно. Если приучить ребенка быть любопытным с раннего детства, то он привыкнет быть таким, и в старости ему будет проще учить что-то новое. Мозг наиболее пластичен и восприимчив к изменениям в раннем возрасте. С возрастом он становится более специализированным для сложных функций, что приводит к затрудненной адаптации к каким-то изменениям. Мы все могли заметить, как взрослым людям очень сложно переехать в другой город или просто сменить квартиру в этом же городе. Исследования канадских ученых 2015 года показали, что выполнение интеллектуальных упражнений снижает вероятность развития старческих болезней, таких как болезнь Альцгеймера. Это занятия, такие как чтение, настольные игры, разгадывание кроссвордов, игра на музыкальных инструментах и даже просто регулярное общение. Также владение двумя языками коррелирует с более поздним началом этой болезни. Поэтому, чтобы снизить риск старческих заболеваний, стоит заниматься обучением всегда. На эту лекцию меня вдохновили Норман Дойч и Вилейнур Рамачендран. В своих книгах они очень подробно и понятно объясняют, как наш мозг работает и развеивают много мифов. Прочитав их, я поняла, что моему желанию научиться играть на скрипке препятствовало заблуждение, будто бы для этого необходим какой-то особый дар. Но 9 месяцев назад я пошла к преподавателю и сказала, что я хочу играть на скрипке, потому что я начиталась вот этих ребят. И с тех пор я каждый день упражняюсь на ней, и теперь я вам на ней сыграю для того, чтобы, возможно, вдохновить кого-то на занятия чем-то, чем он давно хотел заняться. Она думала, что поздно, ведь мне уже 20. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня такой вопрос. Есть у вас какая-то информация, что такое музыкальный слух, какими структурами в мозге он обусловлен, и всегда ли он является только врожденным, или же его можно развить, и каким образом? Кому можно развить? Такой обширный вопрос. У глухих людей нет музыкального слуха. У остальных людей он есть. Относительный музыкальный слух. И существует такое понятие, как абсолютный музыкальный слух, когда человек слышит, как человек говорит, и может сказать, примерно на какой ноте он говорит. Я не могу. Но есть относительный слух, когда вы слышите ноту, нам сказали, вот это нота до, а вот теперь я сыграю другую ноту, скажи мне, какая она. И человек слышит, примерно какое расстояние между ними, и может сказать, примерно это псоль. И это тренируемый навык. Есть часто, очень часто дети в детстве не умеют этого, но в музыкальной школе это развивают. Вот у меня так было. Верно, в смысле связи музыки с какими-то способностями математическими, то почему так мало мы знаем математиков среди великих музыкантов? Есть ли какие-то статистические исследования? Или это просто... Много математиков среди великих музыкантов. Все правильно сказано было. Для того, чтобы быть музыкантом, мне нужно быть великим музыкантом. Вот я, например, никогда не стану великим музыкантом, но это не меняет того, что я музыкант. И Эйнштейн умел играть на скрипке. И еще многие ученые, которых мы знаем, играли на скрипке, и многие музыканты, которых мы знали, занимались еще чем-либо. Просто не обязательно во всех делах добиваться успеха или добиваться успеха в двух делах, например, в музыке и математике одновременно. Это сложно. Рядко добиваются даже в чем-то одном успеха. И тогда великие музыканты были в чем-то еще были? Ну... Великие. Возможно, они были. Великие модели представляют, почему это не так? Может, им не было интересно, или они не пытались добиться каких-то особых успехов в математике, но вот музыка им нравилась, и они по 8 часов занимались на своем инструменте, и больше ничего им не хотелось. Ну что, можно скрипочки пиликать? Почему нет? Исследование, про которое я вам рассказывала, просто... Она не развивает напрямую математические способности у вас. Просто музыка помогает вашему мозгу наладить связь между двумя полушариями, развить у вас логическое мышление лучше, она пассивно влияет на это. Но не напрямую, прям вот математику, нет. Вопрос, который у меня возник еще в предыдущую лекцию, а здесь мы очень замечательно перешли к работе мозга, и теперь вопрос такой, можем ли мы посредством влияния на, к примеру, нервные окончания, обучать мозг чему-либо? Ну, то есть, например, как я понимаю, то есть мозг отвечает за то, что мы нарабатываем себе мышечную какую-то память, и потом мы можем играть на инструментах и так далее. Можем ли мы сделать обратную связь? То есть, можем ли мы посредством чего-либо влиять на нервные окончания и тем самым расширять карту, обучать мозг и так далее? Ну, в смысле, не своими усилиями влиять на нервные окончания? Да, то есть, придумать некую машину, которая нас будет обучать музыке. Вот машина, которая на мои нервные окончания. Без нашего вмешательства. Я не знаю, я об этом не слышала и слабо себе представляю, как это должно выглядеть. Я, наверное, отвечу. Есть эксперимент по созданию перчатки, которая стимулирует пальцы, и после этого человек начинает играть легкую мелодию. Ого! Классно! И она может незаметно для человека стимулировать 3-4 часа в день его мышечную память. Очень интересно. А вот скажите, пожалуйста, люди, которые не занимались музыкальной школе, которые начали заниматься электронной музыкой с компьютера, так же сильно у них развивается полушарие, и так же лучше у них развивается память? Там просто не задействуется мелкая моторика. И поэтому нет такой тесной связи между двумя полушариями. То есть именно игра, вот когда ты долго сидишь, концентрируешься на чем-то, тогда мозг очень сильно напрягается, и прокачивается мелкая моторика. Не уверена, что насчет электронной музыки. То есть я думаю, она тоже как-то положительно влияет на это, но не уверена, что так же сильно. Купить меди-клавиатуру. Главное купить меди-клавиатуру. Да, вот если с меди-клавиатурой, там уже получше. То есть, конечно, играть на меди-клавиатуре, это не то же, что играть на фортепиано, потому что на меди-клавиатуре обычно там аккомпанемент одной рукой набрасываешь, потом включаешь следующую дорожку и накидываешь туда уже украшения какие-то тоже одной рукой, не двумя. Там была картинка с двумя полушариями насчет творческого и аналитического. Я думала, это такой же миф, типа как человек использует 10% своего мозга. Так это правда работает? И если да, то почему? Ну смотри, это примерно так работает. Но если человек вдруг, есть действительно люди, у которых нет одного полушария, их мозг себя переделывает, и те функции, которые исполняет левое полушарие, они могут начать исполняться правым полушарием. Но когда у тебя есть оба этих полушария, то зачем это делать? И все в порядке, давайте использовать левое. А если его нет, то приходится как-то выкарабкиваться из этой ситуации. И то есть, вот я показывала еще здесь, что вот сенсорная кора мозга находится примерно вот тут, а двигательная примерно тут. Она может изменяться в зависимости от того, сколько у тебя ног, рук, и как ты вообще жизнь прожил, но примерно у людей она вот тут находится. Ну то есть, когда мы решаем там дифференциальное уравнение, когда мы рисуем милые картинки, у нас какие-то разные связи работают в мозгу или чего? Ага. А чем они отличаются? Не знаю, надо тебя поместить в томограф, заставить тебя решать уравнение, и рисовать, и посмотреть, что, как там будет еще 10 человек, а лучше 50, и посмотреть, как эти будут зоны отличаться. Но, кажется, ребята это делали, и примерно одинаковые зоны у людей активировались во время решения уравнений, и другие одинаковые у других во время рисования. Спасибо. Если вот человек лет 40 захочет внезапно заняться музыкальным каким-нибудь инструментом, обучением, то какие участки будут переписываться, или возможно как-то новые будут участки задействоваться? Возможно старые какие-то, которые не использовались, навыки будут стираться, или как это вообще происходит? Я не совсем уверена. Ты, кажется, хочешь ответить на этот вопрос? Будет развиваться моторная кора, старые навыки не будут удалены из тебя, я советую фортепиано. Да, у тебя будет просто развиваться моторная кора, и там будут появляться новые связи, не то, чтобы моторная кора будет завоевывать другие зоны мозга, просто она будет круче. Она будет такой сильной, ее нейронные связи будут крутыми и сильнее. Теоретический предел есть, но он кажется недостижим в рамках человеческой жизни, даже теоретически. То есть мозг очень большой и молодец. Насчет сна и обучаемости. Влияет ли дробный сон на степень усвоения информации? Ну, допустим, если человек хочет что-то поскорее запомнить, там полтора часа учит и 20 минут спит. Насчет 20 именно минут не знаю, вот я только знаю про эти исследования, когда ребята полтора часа спали днем, и уже было лучше. Ну, по идее, это должно работать даже. Главное, чтобы там определенные фазы сна были, во время которых из кратковременной в долговременную переходит память. Ну, а то есть эффективнее будет полноценный восьмичасовой сон или же вот еще… Лучше спать все-таки 8 часов в сутки, но можно и добавить туда еще дневной сон. Они разные. Полноценный восьмичасовой сон, ну, полноценный шестичасовой сон нужен для того, чтобы удалить метаболиты работы мозга. Он все равно нужен. А в рамках всех этих экспериментов было показано, что даже очень короткий сон, вот совсем короткий, 15 минут-полтора часа, делал вот этот эффект мержинга навыков внутрь тебя. Но полноценный сон все равно нужен для удаления метаболитов, иначе через сутки без сна ты начинаешь в среднем подтормаживать, и это не восстанавливается. Все эти опыты показали, что у всех людей более-менее одинаковые зоны работают, ну, при наличии всего целостного мозга, все такое. А были ли случаи, когда у человека все абсолютно перепутано, все наоборот? Кажется, нет. А, да? Расскажи про них. Кажется, у Дойджа как раз было. Были люди, у которых карты мозга были просто инвертированы. Они были неспроста инвертированы. И были люди с неполным мозгом, у которых совсем свои карты мозга. Да, и именно поэтому им приходилось залазить на другое полушарие, потому что мозг был неполным. Но надо про это погуглить. Есть люди, у которых сердце справа, у них просто инвертированы внутренние органы. Возможно, таким же образом может быть человек с инвертированным мозгом, у которого просто зоны зеркально развиты. Но, кажется, перемешанных именно случаев не было. Ну, нет, не перемешанных, инвертированных. Вот вы сказали что-то там про чит какой-то, что если ты представляешь, как ты играешь на определенном музыкальном инструменте, ты как бы на практике это применяешь, у тебя также развивается мозг. Это влияет на спорт, на физическое? Ну, то есть в других отраслях это влияет? Спортсмены, которые представляли, как они делают упражнения со штангой, достигали части того же эффекта, что спортсмены, которые делали это упражнение. У них рос показатель. Не так сильно, как у спортсменов, которые на самом деле делали, но у них рос показатель. И это повторилось в нескольких экспериментах. Сейчас есть очень много популярных книжек, типа «Суперинтеллект», «Супермышление» и так далее. Насколько вообще реально увеличить свое мышление и память? Увеличить мышление? Улучшить свою память, извиняюсь, неправильно выразился. Улучшить свою память. Ну, улучшить свою память лучше, пользуясь ею, тренируя ее. Но зачем? У вас есть Google, у вас всегда телефон в кармане, есть в Википедии, зачем вам память? Просто улучшайте другие какие-то участки мозга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!